Показчики этого года. Вот жилья в эксплуатацию плюс 75 тысяч квадратных метров до запланованных, запасы готовой продукции были на 15% меньше нормативы и становчивая сальдо с внешнего гандля у предприемства коммунальной майомости. Иншая справа, что объемы экспорта могли бы быть больше значными, але шматэким отчинным предприемством, это экономично невыгодно. Снижение курсов валют краин-партнеров привело до того, что реализовывать замежи стали больше, а отрымливать меньше. Я вот приведу пример на нашего БМЗ и металлургического завода. В физических объемах он продает примерно минимум 110% к уровню прошлого года. В выручке 83-85%. Конечно, экономика, вот экспорт как раз работает сегодня против нас. Так аналогичная ситуация по продаже продуктов питания, там мясной, например, продукции. У нас темпы везде выше 100% в физических объемах. А выручка, понятно, значительно ниже, тоже на уровне где-то не более 85-7%. Зараз на предприемствах Гомельской области протягивается распросовка вытворчих программ на 2016-й, в связи с чем особливая увага. Деталевому анализу причин, стратности субъектов господарения, яке на протягу усягого года, мели отмованный финансовый выник. Сирот мер, яке рекомендованы для айчинных предприемств, так само, зворот у судовые органы за исками на протеременованную дебиторскую запозиченность. У першую чергу, у относенных до замежных партнеров. Яскравый приклад проблемы неплатежов. Ситуация у акционерного товариства Гомсельмаш. Тот не Казахстан запозичил ему запоставленную продукцию, когда 60 миллионов долларов отримивается, что белорусские сродки зараз спрацуются на замежную экономику. Задача по шоку новых партнеров для предприемств в Гомельской области не новая. Иншая справа, что в умовах, когда рынки перенасыщены, за традиционной продукцией трапиться на их часто совсем непросто. Выпуск конкурентно-здольной продукции, яка может принести значные прибытки, это житевая необходность. Становшие приклады уже есть. Древоопрацовочие предприемства региона, яке и в сучасных умовах демонструют неодренную динамику, пропонуют новые коллекции. Из нашей продукции, из нашего ламината мы делаем интересные коллекции. Есть покупатель, кстати, у него. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что мы не просто будем делать плиты, как сырье для мебельщиков других рынков. Мы очень рассчитываем на то, что наши мебельщики, конечно, прибавят за счет собственного сырья, в том числе и Гомельдрев. Ну, дай бог, чтобы он вот эту коллекцию, которую он там нашел покупателя. Понимаете, коллекцию любую можно разработать, главное, чтобы она продавалась. Поэтому в данном случае, вот очень хороший заказ он получил, он должен реализовать его, и по мере того, как мы поставим ему эту продукцию, мы посчитаем экономику, и тогда можно будет делать вывод, насколько это перспективно.